Повторение родительских качеств Дерево опыляется Конечно намного сложнее Когда оно привитое Чветок на привитой части Это еще сложнее А если даже сеянцы Побеждают все таки мамы Все таки мамы Причем это больше касается Сеянцев Семечковой культуры Яблони и груши например А что касается косточковых Здесь разброс гораздо больше Видимо связан с тем что В каких условиях Ну я рассказывал Север и юг там корень длиннее Там крона Там пожиже там крона наоборот Раскидистая там загущение Вот И получается так что Сказывается и на плодах То есть у косточковой культуры плоды Более пластичные в этом плане Вот Вопрос Это вопрос Алексея Алексейка Может ли мы саженец Выращиваясь косточки Назвать тем же родительским сортом Ну я ответил Условно Можем Дело в чем Посмотрите Фаина растил-растил Она же привитая А я же не знаю что она выросла Фаина Причем она не похожа Ни на один абрикос В принципе Ну назвал ее клоном Фаина Но она уже на протяжении этих лет За примерно 12-12 лет Плоды изменились Изменялись Даже на одном дереве Теперь возьмем мы косточку Или даже черенок И привьем на другое дерево Можем ли мы считать Что это родительский сорт Ведь у меня даже фаина Даже привитая А изменилась Ну получается условно Если я срезал с фаины ветку Я вам продавал такие ветки И вы ждете чудо А чудо будет А дикаря точно не вырастет Другое дело Что вырастет Мы не знаем Но я срезал с фаины Я назвал фаины А как их еще А что вырастет То вырастет Косточку я беру Фаины Вспоминаем Косточки я тоже рассылал Но они мне кончились Еще до нового года Спрос Я значит Их этих фаина С под дерево Собрал С фаины Назвал фаины А у него папа есть А? И что? Что там папа натворил? А есть несколько пап Мне было бедно Даже на одном дереве Бывать несколько пап Наследили Вот так я отвечаю Условно назвать можем Кстати побеждает Все таки чаще мало Я заметил Что многие сорта Я например Приводил не раз Пипин шафранный Синап северный Папировка Да? Вот А это же вот допустим Мичурин Сделал новый сорт Назвал его Пипин шафранный Да? А его никак Папа победить не может Это мне на Это самое Беру прививки Опять Получается Он же Опять он же Он же И тут же я Разосал кучу семечек Что там будет? Никто не знает Очеренкование Все таки маму Вот Мой такой отмет Чаще маму И опять не удержусь Приведут цитату из классика Ой-ой-ой Это ужас Однако семенные деревья Как правило Резко различаются Между собой По срокам созревания Величине И качестве плодов А так же По зимостойке С плодов Да Кстати Даже если с одного дерева Если семена А даже с одного дерева Познашение наступает На четвертый пятый год Массовый седьмой-восьмой По севам Семян Для всяких случаев Удаётся Получить деревья Похожие на исходный Городительский сорт Вот тут есть Недостаток У этих классиков А Дочитаю Чаще всего Семенцы уклоняются В сторону своих диких предков Или занимают Помежуточное положение Вот уж зря Так пишите Между мальчим деревьям Случайно мы по детям Давайте по порядку Всегда У нас Эти классики Они Мало и плохо Работали с косточками Культурами У них в голове сидит Абрикос Ой нет Яблони И груша И действительно Массовое подношение На седьмой-восьмой год Может и на двенадцатый И на пятнадцатый И может и на двадцатый Это есть И что получается Откуда берётся Что Это самое Уклоняются Сорвых диких предков Дело в том Что сеянцы Они Имеют Как бы это сказать так Определённые Свойства Качества Это у них программа Ведь чтобы Сианец Вырос в нормальное дерево Он должен быть Генетически здоров Вспоминаем Ну-ка Я фотографию Адама и Евы Показывал Я думаю Это зря это всё делал Это всё у меня Так сказать Навеяло Вот Для этого надо Чтобы папа и мама Не обязательно Мы мучаемся Когда прием У нас очень много Ошибок Не так Мы не знаем Что это ошибки Подвой Не принимает Привой Мёртвая Или пожил Опять мёртвая Вспомните А тем более Раздавидова Вспомните Дебильные Это самое Саженцы Когда Абрикос Привит на вишню Да Да ещё на маленькую Вишню На малоросную Вот И на этическая Несовместимость Даже при Этом бывает А когда Думайте Как Опылилось Тысячу Семьцев Должно Было Расти Часть Из них Больны Изначально Это Здравствуйте С людьми Своей Вот сейчас Кто такой Коронавирус Он сейчас Отсеивает Больных Они так Вроде здоровы А почему Образ жизни У людей Большинства Сильно Комфортный Организм Забывает О том Что он должен Постоянно Находиться В состоянии Тренировки Что такое Тренировка Физическая Работа Или Которая Заменяют Допустим Физическое Упражнение И Мёрзнуть Мокнуть Мёрзнуть Мокнуть Мёрзнуть Мокнутым Мужчин Извините Яйца Болтаются А значит Там здоровые Гены Здоровых Этих Суперматозоидов А не те Кто сидит За компьютером Вот И вот Тогда Шансов Заболеть Коронавирусом Меньше Видите К чему я опять Клоню А у деревьев То же самое Они же Сенец Попадают В самые Невероятные Условия Они Уже Сами По-разному Папа Есть Мама Есть Дитя Уже Больное Вы Посадите Десять Сенцев Они все Разные Будут А тут Еще и Почва Разная Это все Еще Уклонение Еще Больше Мы все Говорим О Ёлки Палки Как мы Расщепление Свойств Вот Поэтому С такого Семечка Такое Выросло Дерево С другой Почва Еще Вот тут Излучение Земли Которого Якобы Нет Или Не играет Роли Господа Академики А в метре Прекрасно Растет А еще Через 2 метра Вообще Мертвое И получается Оно должно Быть Абсолютно Здоровым Чтобы Преодолеть Чтобы Хотя бы Даже На плохом месте Успеть Дать Урожай Так А что Такое Уклоняется В сторону Диких Предков Это Означает Что Когда Часть Из них Сдохла Потому Что Они Дикие Поняли Вот У них У диких Генопон То есть Дикие 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 Качества Иммунитет Ра Слово Это Самое Вот Какие Мы употребляем Последнее Время Там Вот Ну Чаще всего Слово Иммунитет Да Значит Разные И чем Дичее Тем Крепче От этого Никуда Не деться А условия Мы в России Какие Предоставляем Вспоминайте Дичайшие Ну Дичайшие Даже На юге Россия Дичайшая Не зря Там все Дохнет Есть еще Историческая Родина Где Ну мы не знаем Даже с какой Планеты Но начиналось Так все Все-таки Где-то С этого Самого С Африки При Черной Норе Да еще Или где-то Там На юге Китая Так Вот почему А еще Почему А если Даже все Нормально Ну в первую очередь От морозов Какой погибнет Культурный Или дикий Ну что тут Гадать И они Не уклоняются Суродики Суродики Культурный Полно Просто культурный Сдохли Кому-то показалось Что они уклоняются Да не уклоняются Вот как я беру И говорю У меня Растет Этот самый Академик Да Нет Возьмем Промежущее Какое-нибудь Средненький Вот Когда-то Мешков Один из Генев Дальнего Востока Ну Не могу я Показать вам Это письмо У него Получилось так 20-граммовый Посадил А в 20-90 грамм Ну Дураку ясно Что у него Папа был 90-граммовый Так нет И он остался Жив Но чаще Они погибают Потому что Чем Кругнее Тем он Менее Более нежный Менее морозостойкий И когда Довели Тысячи Тысячи Начали Закончили Пятью Или там Как вот Выше было И ста Пятью Получилось Так И даже то Что он Из культурных Получал Может оказаться Совсем Годы потеряны Вот Вспоминаем Письмо 27 минут И раньше Читали Или 40 минут И раньше Опыляет Культурные Помести на Историческую Родину Вот такие Получишь Культурный Опылил Культурный Оба живы Культурный Опылил Дикий Дикий Опылил Культурный Пошли В культурный Сдохли И вот Они растут Из 1020 Или 50 Ой Уклонения Да нет Никого Уклонения Просто Варианты Выживаемости Разные Никуда Они не уклоняются Просто Не повезло И все Ну не знаю Получится Не получится Теперь так Я взял Это сейчас Я сам только Прочитал Я накидал Быстренько Вот это вот И Время было мало Сам видите Все свеженько Вот Все вот эти письма Итак Значит Мы калечим деревья Это я расшифровываю еще Видите Как это выделено Посевом семян В редких случаях Удается получить деревья Похожие на исходную Радицию Какое Из из количества Какие выживут Прежде всего Ну Понятно Теперь Имеется Длинный ряд Предков Закона Менделя А это Такое Разнообразие Почему я говорю Про Культикультуру Можно забыть Про такой сорт Особенно В Сибири Особенно В России И наконец Вот то к чему Я клонил Вот сейчас Я только сам Чего сейчас читаю Чем культурное Потомство Тем чаще Замерзает Вот у меня уклонение Так Ребята Два часа прошло Примерно половину Рассказал Вот И я значит Дальше идет Это самое Может быть не всем Это интересно Дальше я хотел Показать вам Кое что Знаете Про Владимира Терентьевича Поговорим В следующий раз Про одно Интереснейшее Письмо Два Так Вот Может быть Начнем Следующий Вебинар С этого А пока Так как Время вышло Только Маленькая Реплика Сколько Когда вот Про эти Самые Уклонения Не уклонения Тут вот Кросс культурного сорта Эти коров Когда наша дама Галина Чернова Написала Слово Кросс Господи Я же это слово Последний раз Слышал От Терентьевича Вот Дело в том Что Есть такой У нас Гарнаулов Да Вот И уникальный Чек Я Это Антон Валерьевич Я две минутки Потому что Я должен показать Что у меня есть Про него Это очень важно Это Как сказать Это мои Уникальные Документы Которые через Десять лет Оказались Никому не нужны Сейчас 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 Вот сюда Вот сюда Готовые статьи Вот они Смотрите Я вот здесь Набираю Это очень важно Может быть Отзовется Смотрите Гарнаулов Видите Здесь Гарнаулов Участник Нашей Славной Ну смотрите Нога Татьяна Садовна Сам Гарнаулов Железов Латинков Бродский Да И где-то еще По моему Крудемов Вот это и все И вы знаете Вот это прошло Столько времени Может быть Когда-нибудь Это есть На моем сайте Это может Вот те ребята Которые Спорили между собой Уклониться Не уклониться Будет больше Диких культурных Я на стороне Тех Кто считает Культурное Вот это все Надо прочитать Это наш Расцвет Наших Этих самых Нашего опыта Они не болтут Не болтут с опытом Мы это все Прошли Мы это все Изучили В своих садах Посмотрите Названия Какие И вы все поймете Вот это Уникальнейший Материал Их надо Издавать Отдельная книга Их надо Преподавать Студентам Ну так вышло Что никому Ничего не надо Я сам стал Забывать И вот тут Получилось Так Что Познакомился Подружился С Галиной Черновой И она Клянется Что она Не биолог И слово Кросс Применила Знаете Что такое Кросс Это когда От папы Передаются Качества Генетические Дочки А от мамы К сыну Это не то Самое О чем мы говорили Это самое Ингибидинг Мы говорим Сейчас О совершенно Другом Мы говорим О том Что среди нас Есть люди Уникальнейшие И вот такой Уникальный человек Его с руками Я не знаю Ну так же Как Латинков Металлур Он бы помешал В институте Если бы работал Или железом Металлур Вот Или Сергей Который даже Этот Железом Который Который даже Технику Закончил Который даже Агроном Помешали бы Вот Вот Это вот Все Потом Прочете Сами А я Вынужден Сказать Среди нас Есть люди Члены Мерла Садоводства Но нас Так мало Что это буквально Штучные изделия Галина Вы штучные изделия Потому что Вы меня шокировали Одной фразой Кто из Ученых Слово Это еще Помнит Все А вы Владимир Терентьевич Отзовитесь Где вы Я же не зря Показал Вот это Вот Вот это Все Уже не Помню Куда Наделось Вот Они Я это Не зря Показал Это Особый Материал Видите Владимир Короллов Все в одном Разложении То о чем Мы спорили Мы давно Уже Переспорили Мы давно Друг другу Обратно говоря Морды набили Но Мы были Настолько Друг другу Уважительны Настолько Воспитаны Мы остались Друзьями Я по крайней мере Те кто в живых Тут не все Уже в живых Ну все Антон Валерьевич Я просто Поразился Что среди нас Еще вот такие люди Есть Вот Как Галина Чернова Просто поразился Видите Это я выделил Попробуйте Это Даже понять О чем она говорит Если бы В свое время Не Владимир Терентьевич Я бы слова Так просто Сейчас бы не знал Так Все Ребята Антон Валерьевич Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...